У вас не работает рука. Чаще всего это случается после инсульта или после других повреждений мозга. Рука висит, как плеть, пальчики не работают, часто даже зажимается, это называется спастика. Но с этим что-то ведь нужно делать. Массаж можно? Замечательно. Лечебная физкультура. Подвигать рукой? Отлично. Можно сделать физиолечение, иглорефлексотерапию, иголки колоть. Или самое любимое это бить током. Электролечение. Но я хочу, чтобы вы понимали, проблема-то у нас не в руке. Проблема у нас в голове. У нас часть мозга не работает, которая отвечает за руку. Нам нужно научить здоровую часть мозга, которая целая, работать рукой. Это реально, возможно. Новые нейронные связи будут образовываться в мозгах. И мы будем учить заново руку работать. Мы будем показывать здоровой рукой, поврежденной руке, как надо делать. Теперь, как же нам восстановить руку? Мы будем пытаться работать ей. Мы будем ее задействовать. Мы должны себе и мозгу доказать и показать, что эта рука мне нужна. Мы будем перекладывать с вами сегодня шишки из одной корзинки в другую. Шишка самый лучший метод, по-моему. Потому что, во-первых, шишка колючая. Мы, когда ее будем брать, будут колоться пальчики. Мы будем на нервные окончания воздействовать. И будет мозг понимать, что мы что-то рукой делаем, там что-то происходит. Второе. Шишку очень удобно брать. Она по форме удобная и из руки не выскальзывает. Дальше. И самое главное. Шишка была на природе. Где-то там под елочкой лежала. Или под сосной. Впитала в себя силу природы. И я хочу, чтобы вы верили, что сама природа будет вам помогать руку восстанавливать. Нам понадобится куча шишек. Любое количество. В одной корзинке и пустая корзинка с другой стороны. Прежде чем перекладывать шишки, мы сделаем небольшую разминку. Мы пошевелим руку. Если что, можно сделать вот такую гимнастику. И после гимнастики перекладывать шишки. Но мы, чтобы с вами не ждать, не делать каких-то пауз, прямо сейчас возьмем и разомнемся. Сначала 10 раз поднимем плечо вверх. Придерживая рукой, если рука совсем не работает. Помогаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Отводим в сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Делайте медленно. Делайте медленно в любом темпе. В той амплитуде, которая получается. Вперед-назад. Вперед. Раз. Назад. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Локоть разогреем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И в другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Кисть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И положили руку. И каждый пальчик. Растираем. Распрямляем. Как получается. Работайте в той амплитуде, которая у вас получается. У всех по-разному. Но нам надо постараться пальчики выпрямить максимально. Пусть они зажаты, скрючены, и вы каждый пальчик пытаетесь распрямить. Каждый пальчик. По десять раз. Ну давайте поменьше сделаем. Каждый пальчик. Давайте по пять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Есть у вас время. Делайте побольше. По десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И раз, два, три, четыре, пять. Растираем, 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 растираем. Можете всю руку растереть, прям чтоб жар пошел. Как машина перед тем, как поехать, мы ее разогреваем, так руку разогреваем перед тем, как начать ей работать. Все, рука готова. И прежде чем мы сделаем этой рукой, давайте пару шишек здоровой рукой возьмем. И покажем, вот смотри как надо, вот я взял шишечку, положил, давайте еще одну. Взял шишечку, пальчики разжал, почувствуйте, покажите руки этой, как надо пальчики разжимать. Теперь берем и пытаемся, взяли, и самое главное не то, как вы схватили, а то, как вы отпустили. Нам нужно тренировать больше разгибатели, то есть распрямить пальчики, отпустить шишку. Стараемся схватить и отпустить, как пинцет, пока так, как получается. Так, вот так. Если совсем не получается, возьмите эту шишку, запихните туда ее, поднимите и пытайтесь. Я верю, тяжело, я верю, что не получается, но пытайтесь пальцы выпрямить. Очень часто вы пытаетесь выпрямить, а они зажимаются еще больше. У нас две как будто силы борются. Вот грубо говоря, сжимает одна сила, а разжимает другая, как инь и янь. Наша задача не зажимать. Не надо никакие спандеры жать, не надо никакие шарики в руке мозолить. Наша задача научиться разжимать руку, отпускать эту шишку, разжимать, разжать. Еще давайте пробовать. Берем и отпускаем, разжимаем. Вот это движение рукой разжимать. И шишку выпрямили пальчики. Взяли. Если у вас уже хорошо получается, старайтесь без помощи второй руки брать и перекладывать. Брать и перекладывать. У кого-то прям вот так это будет получаться. Старайтесь, пытайтесь. Зажимается рука. Положили, повыпрямляли пальчики. И продолжили снова. Раз. И выпрямляем. Даже немножко можно потрясти первые разы. Главное, результат. Постарайтесь. Докажите, что эта рука вам нужна. Пытайтесь разжать пальчики. Сделали. Можно сделать это еще несколько раз. Допустим, два раза в день будет вообще замечательно. Или сделайте сейчас побольше раз. Но. Не у всех есть шишки. Скажет кто-то. Ну и ладно. Мы возьмем. Так, чтобы вам было видно. Мишишки. Мелочь всякую по дому. Шарики шипастые. Игрушки детские. Носки кругляшком сверните. Всякую мелочь. Все, что есть под руку. Ручки, колпачки. Ложки. Пластиковые кружки. Да все, что угодно. Я даже знаю, вот у меня есть пациент, который коробка с лекарствами. Вот эти вот, которые куча лекарств после инсульта. И он перекладывает из одной коробки в другую этой рукой. Человек, который хочет восстановиться. Восстановится. Старайтесь. Допустим, вот очень классная штука. Это от киндер сюрприза. Вот эти вот футляры, так назовем это. Они тоже очень удобные. Очень хорошо в руку брать. И перекладывать. Берем. И перекладываем. Хорошо получаться стало. Вы можете даже пытаться его открывать там, шевелить. И пытаться закрывать. Перекладывать. Работайте рукой. Докажите себе в первую очередь. Своему мозгу, что эта рука вам нужна. Что вы без нее жить не можете. Что вы ей работаете. Что вы стараетесь. Я в вас верю. Да, тяжело. Но все обязательно получится. И будет улучшение. И будет восстановление. Будьте здоровы. Скорейшего выздоровления. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok